А теперь о главном международном событии дня. Сегодня в Вене день большой дипломатии. Руководители внешнеполитических ведомств России, Америки, Турции, Саудовской Аравии и Ордании, а также представители Евросоюза и ООН провели в австрийской столице серию встреч и консультаций в разных форматах. На повестке дня война в Сирии, борьба с террором, общий кризис на Ближнем Востоке. И все последние новости из Вены сообщит наш корреспондент Иван Благой. Он выходит на прямую связь со студией программы «Время». Иван, мы ждем подробностей. Да, Екатерина, добрый вечер. Ну вот этот большой день дипломатии в Вене несколько минут назад завершился. Журналисты вздохнули свободнее, потому что наконец-то были сделаны официальные заявления. Дело в том, что все встречи сегодня проходили, конечно же, без лишних глаз. Причем посторонними подчас отказывались даже члены делегаций. Как, например, на первой части встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Утечек информации не было. В итоге место фактов заняли слухи о том, что, например, в Вене договариваются об уходе сирийского президента Башара Асада. Есть у наших партнеров такая одержимость фигурой президента Сирии, но мы подтвердили нашу позицию. Она предельно ясно была изложена и президентом в его последних выступлениях. Если делать ставку на смену режима и особенно зацикливаться на конкретной фигуре руководителя, то мы это уже проходили и в Ираке, и в Ливии. Мы знаем, чем это кончилось. Позиция России не изменилась. Зато по мере наступления сирийской армии при российской поддержке с воздуха меняется позиция западных официальных лиц. Так, глава европейской дипломатии Федерико Маггерини совершенно забыла требования о немедленной отставке сирийского президента. Я думаю, что опыт Ирака научил нас, что необходимо гарантировать, чтобы политический процесс обеспечивал не только безопасность, но и вовлекал все составные части общества. Именно над этим мы работаем, поэтому в переходном процессе Асад, безусловно, должен быть составной частью отправного этапа. Будущее Сирии должен определять сам сирийский народ. Это позиция нашей страны. Но как решать? Все оппозиционные группы должны сесть за стол переговоров с представителями официальной власти. Чтобы сделать подобный диалог возможным, считает Москва, нужна мощная группа внешней поддержки из членов Совета безопасности ООН, а также ключевых стран региона, например, Египта и Ирана. И в этом вопросе, похоже, удалось нащупать взаимопонимание с американцами. Агентство Блумберг цитирует Джона Керри. Иран могут пригласить присоединиться к переговорам. Встреча была конструктивной и продуктивной. Она была успешной, потому что в ходе нее был выдвинут ряд идей, которые я не буду обнародовать сегодня, но которые, я надеюсь, дают возможность в конечном счете изменить динамику. Мы договорились провести, я надеюсь, в будущую пятницу, более широкую встречу, чтобы выяснить, существует ли достаточно точек соприкосновения, чтобы продвинуть вперед реальный политический процесс. Состав переговорщиков по Сирии в Вене сегодня сложный. США сбрасывают оружие вооруженным группам, которые воюют в том числе против законного сирийского правительства. Саудовскую Аравию часто обвиняют в финансировании радикальных исламистов. Турцию в торговле нефтью с запрещенным в России так называемым исламским государством. И хотя официально декларируемая цель вроде бы как общая – остановить войну, подходы у всех разные. Например, Сергей Лавров рассказал о том, что предложил на этой встрече согласовать военные цели, а также список террористических организаций в Сирии, с которыми необходимо бороться сообща, безрезультатно. Впрочем, к призывам России прислушалась Иордания. Что касается Иордании, то мы действительно в соответствии с договоренностью между президентом России и королем Иордании согласовали на уровне военных договоренность о том, чтобы сформировать в Омане механизм, где представители Министерства обороны будут на повседневной профессиональной основе согласовывать действия по борьбе с терроризмом в небе над Сирией. Иорданский министр тоже сегодня приехал в Вену. В Иордании сейчас находится полтора миллиона беженцев из Сирии в одном лишь лагере «Заатари». По факту, четвертом по величине городе страны живут 80 тысяч человек. Стоит ли говорить, насколько Иордания заинтересована в том, чтобы война в Сирии закончилась и чтобы войска террористов были разбиты? Это наша борьба. Мусульмане и экстремисты, которые приезжают из всевозможных мест, они пытаются украсть у нас нашу религию, ислам, и исказить ее восприятие. С ними нужно бороться. Они должны быть повержены как в военном плане, так и в идеологическом. В любом случае, сегодняшние встречи – лишь начало большой борьбы за урегулирование сирийского кризиса. Примерно час назад глава европейской дипломатии Федерико Маггерини вышла к прессе и сделала такое заявление. Я цитирую. Все значимые региональные и мировые политические игроки должны быть вовлечены в процесс политического урегулирования в Сирии. По сути, это почти что слова Лавровым. Стоит отметить, что сегодня Маггерини провела двухстороннюю встречу с российским министром иностранных дел. Клубок проблем Ближнего Востока Сирии не ограничивается. Вновь неспокойно в Иерусалиме. И сегодня здесь же в Вене прошло заседание так называемого «Квартета ближневосточных посредников» в составе России, США, Евросоюза и Организации Объединенных Наций. По итогам принято совместное заявление. Квартет обратился к Израилю и Палестине с призывом воздержаться от риторики, которая способна подлить масло в огонь в и так непростую ситуацию. Екатерина. Спасибо. Иван Благос сообщает. Самые последние новости из Вены. Там сегодня день большой дипломатии.